Вейкап, с вами Вова Кэс. Абсолютно все подписываемся, жмем красную кнопочку, жмем колокольчик. Будете в курсе самых лучших новостей о топовых людях, о блогерах. Погнали! Инстасамка и Никита Лол помирились. Катя Адушкина посетила собачий приют. Инстаграм запретил следить за лайками и подписками. И как Тимати поздравил с ДР бывшего участника Blackstar. Вот что очень печально, то что мы вот 35 тысяч лайков точно не наберем. Инстаграм неожиданно для всех убрал некоторые функции приложения. Теперь пользователи не смогут следить за лайками, подписками и комментариями. То есть, кого лайкает твоя девушка или чье фото прокомментировал твой бывший, ты теперь не узнаешь. Инстаграм считает такую функцию непопулярной. Очень многие пришли в ярость от такой новости и абсолютно с этим не согласны. А вы следили за друзьями или вторыми половинками? На днях состоялся суд между Тимати и Элваном, который бывший участник Blackstar проиграл. О подробности все я рассказал в прошлом выпуске. Кликай на подсказку и смотри. Ну а вчера Тимати впервые прокомментировал эту ситуацию. По его мнению, Элван самый лживый и пустой человек, которого он знает. Пишет, что для него важны лишь бабосы. Также он пожелал Элвану удачи и поздравил его с ДР. Вот очень интересно, а вот именно ты согласен с Тимати? Котятушкина посетила собачий приют. Она поиграла с песиками и покормила их вкусняшками. Но на этом благотворительность не закончилась. Оказалось, что каждый, кто купил билет на концерт Кате, тоже автоматом помогает приюту. Сто рублей из каждого проданного билета уходит в фонд всем по собаке. Некоторые обвинили Катюшу в показухе. Мол, Адушкина просто привлекает людей купить билет на ее выступление. А вы как считаете, Катя это делает ради своей выгоды? Или реально хочет помочь песикам? Свершилась инстасамка и Никита Лол помирились. Произошло это в свежем выпуске Амирана Сардарова. Никита ясно сказал, что простил Дашу и Олега. Ребята, я вас еще тогда на встрече простил. Я их простил. Я для себя сделал определенные выводы, кто как извинился передо мной. Ребятки, в свою очередь, публично извинились и признали свои ошибки. За то, что мы пиздили свою аудиторию, я хочу извиниться. Мне стыдно. Извиняюсь и каюсь перед каждым. Мы заигрались. Простите нас, пожалуйста, мы реально заигрались. Несмотря на все, зрители продолжают флешмоб в комментариях. Все массово пишут. Инстасасалка, дизлайк сразу. На прошлом выпуске с Дашей таких комментариев собралось более 60 тысяч. На новом за несколько часов около 20 тысяч. Что ж, ну по Даши и Олегу вроде как видно, что они устали от этой войны. У нас очень свалилось много денег, много возможностей, большая аудитория. Мы реально сейчас паримся над тем, как все исправить. Вот очень интересно, как вы думаете, зрители дадут им второй шанс? Вот лично вы верите в раскаяние ребят? Напоминаю вам, что вам нужно подписаться на мой канал, нажать колокольчик. Вы будете в курсе самых лучших новостей про топовых людей. Советую обязательно к просмотру предыдущие видео. Там свежайшие, крутейшие новости. Ну и, конечно же, скорее всего, мы вряд ли наберем 35 тысяч лайков. Пока!